В нелёгком мире Seven Days to Die не каждому даётся выжить, однако находятся умельцы, которые превозмогают этот тяжёлый мир и строят новую цивилизацию. В данном видеоролике я покажу вам бункер последней надежды, место, в котором собрались выжившие с целью победить зомби-вирус и спасти человечество. Спуск в данный бункер является не слишком крутым. Такая особенность конструкции была заложена с целью спуска и подъёма на наземном транспорте, таком как джипы, а также мотоциклы. И разумеется, с такой же целью был создан гараж, в котором можно спрятать свою технику от недоброжелателей. В гараже есть выключатель для того, чтобы экономить электроэнергию. Дверь в гараже введёт в небольшой коридорчик, где расположен генератор, обеспечивающий бункер небольшим количеством электроэнергии. Открыв вторую дверь, мы попадаем в производственное помещение, в котором расположено большое количество крафт-станций. Совсем недалеко есть двойная дверь, за которой скрывается хранилище, где и хранится большая часть ресурсов обитателей данного убежища. С противоположной стороны находится ещё одна двойная дверь, за которой слева мы увидим оборонительный пункт. А справа проход вглубь бункера. Про оборону мы поговорим чуть позже, так что идём направо. Натыкаемся на ещё одну развилку, где слева находятся двери в небольшую ферму, на которой и выращивается большая часть еды обитателей данного убежища. Вернувшись на эту развилку, открываем дверь вправо и сталкиваемся со своеобразным коридором. По левую сторону у нас располагаются три двери, за которыми сокрылись обычные жилые помещения. В данных комнатах есть всё необходимое для обитания. Двухъяростная кровать, стол с компьютером, большое количество полок для хранения папок, журналов, книжек, либо же еды, аптечка, а также раковина для того, чтобы следить за гигиеной. Данный стандарт применим в каждой из расположенных здесь комнат, на выходе из которых можно наткнуться на небольшой постирочный пункт, где мы можем постирать вещи, а также закинуть их в сушилку. В конце коридора находятся уборные, пускай она и небольших размеров, однако здесь есть один туалет и одна душевая кабинка. Вернувшись в начало коридора, мы можем наткнуться на небольшой спуск вниз, где расположен медпункт. Именно здесь проводится лечение раненых, а также исследование зомби-вируса. В конце коридора, недалеко от уборной, есть ещё одна двойная дверь. Из-за ней скрывается командный пункт, из которого ведётся управление бункером, а также наблюдение за поверхностью. В конце командного пункта есть ещё одна дверь, открыв которой мы попадаем в коридор. Дойдя до упора, поворачиваем налево и здесь располагаются жилые помещения. В отличие от прошлых жилых модулей, эти более роскошные и более комфортные для обитания. А всего таких жилых комнат 4 штуки. Вернувшись к началу коридора, можем повернуть направо, и в этой части располагается душевая и туалет. С левой стороны у нас душевые кабинки, а с правой находятся кабинки туалета. Но если продолжить идти прямо, можно наткнуться на очередную постирочную зону, где можно привести свою одежду в более чистое состояние. В конце же коридора расположилась ещё одна дверь, открыв которой мы наткнёмся на лестницу. И это подъём наверх. Открыв люк, мы залазим на своего рода вышку, где у нас расположились прожекторы, которые включаются с наступлением ночи, для того, чтобы обеспечить хорошую видимость даже в непроглядной тьме. На вышке располагается солнечная панель, а также аккумуляторный блок, который обеспечивает электроэнергией, командный центр, а также все прилегающие к нему помещения. Ну и вся наша вышка находится под контролем турели, для того, чтобы избавить от нежеланных гостей. Внизу под вышкой располагается сено, для того, чтобы в случае экстренной ситуации, выжившие могли спрыгнуть с вышки без вреда для своего здоровья. Кстати, немного оглядевшись, можно увидеть ещё две таких вышки, которые выполняют абсолютно такие же функции. Один из таких экстренных выходов находится в зоне нашей подземной плантации, и обеспечивает электричеством эту же плантацию, а также жилые модули. Ещё один экстренный выход находится в хранилище, обеспечивая электроэнергией производственную зону, гараж и само хранилище. Ну а последний элемент данного убежища, о котором мы ещё не говорили, это оборона. Пройдя через производственную зону, мы поворачивали направо, для того, чтобы попасть на ферму и в жилые модули. Ну а слева как раз-таки у нас находится оборонительный пункт, пускай он и простой, но при этом достаточно эффективный. А эффективен он благодаря ловушкам. В гараже установлен выключатель от электрозабора и сам электрозабор. От этого первого звена запитываются все остальные, которые находятся с противоположной стороны. А доступ к ним можно получить пройдя через дверь около оборонительного пункта. Ну а чтобы не быть голословным, я продемонстрирую вам обороноспособность этой базы во время кровавой луны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...